Великая общероссийская святыня Феодоровская икона Божьей Матери побывала в Новороссийской епархии. Ее прибытие на Кубань – значимое событие. Оно стало возможным благодаря инициативе губернатора края Александра Ткачева и благословению патриарха московского Евсея Руси Кирилла. Февраль 2015 года войдет в историю Новороссийской епархии как время пребывания на южной земле чудотворной Феодоровской иконы Божьей Матери. Феодоровская икона Божьей Матери редко покидает стены родной обители. Ее прибытие на Кубань – великое событие в духовной жизни края. В день прибытия святыни в Свято-Оспенский кафедральный собор епископ Новороссийский Геленджикский феогност совершил молебное пение с чтением Акафиста перед чудотворной Феодоровской иконой Божьей Матери. Радуйся, три их лет в храм Божий введенная, тама воспитанная. Радуйся, тама смирением и чистотой всех удивившая. Радуйся, тама архангельские беседы сподобшаяся. Радуйся, дева, о зачатии Бога, слава благозвестия, во смирении приимшая. Феодоровская икона Божьей Матери пробыла в Свято-Оспенском соборе два дня. За это время попросить заступничества у Богородицы пришли более 12 тысяч человек. Для всех верующих Новороссийской епархии и соседних районов это важное событие. Здесь, в Божьем храме, перед ликом Небесной Царицы, люди просили о помощи, благодарили за то, что есть, и просто молились о жизни и мире. Радуйся, дева благословенная в женах, во чреве твоем носителя всяческих носившая. Чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы известна с 12 века. Тогда она находилась в часовне близ старинного Поволжского города-городца. По преданию, именно этот лик Богородицы стал моленным образом святого благоверного великого князя Александра Невского. Именно этой иконой в 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына, святого князя Александра, на брак с полоской княжной Пороскевой. Святой чудотворный образ бессменно сопровождает великие события в истории российского государства. В Костромском, Свято-Троицком и Патевском мужском монастыре в 1613 году Михаил Федорович Романов перед ликом чудотворной Федоровской иконы принял избрание его земским собором на престол империи. У святого образа Пресвятой Богородицы он принес обеты верности Отечеству, Православной Церкви и русскому народу. Со времени этого события, явившегося началом преодоления Великой Смуты, Федоровский образ Божьей Матери, Костромской, Свято-Троицкий и Патевский мужской монастырь стали особо чтимыми святынями Царственного дома Романовых. Не всегда мы можем приехать в Кострому, и не каждый сможет. Поэтому мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы прийти к этому образу, приложиться к нему, помолиться у него, спросить то, что мы часто воздыхаем, просим, обращаясь к Богоматери. Просят мира в семье, мира Отечеству нашему, просят мира в Украине, просят, чтобы прекратилось кровопролитие, брат, это убийственная война. Просто просят, чтобы был семейный мир всем их детей. Или сами супруги приходят и просят, чтобы Матерь Божья помогла им как-то смирить свою порой гордыню, или как-то несколько смирить свою самость. И смирившись как-то с любовью относиться один к другому. Чудотворная Федоровская икона Божьей Матери с давних времен почитается православным народом, как покровительница семейного благополучия, рождение и воспитание детей, помогающая в трудных родах. У Лика Богородицы сотни тысяч людей нашли помощь и умиротворение. Анастасия Локтионова, Алексей Дроздецкий, Пресс-служба Новороссийской епархии.